МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шокирующие кадры аварии, на которых видно, как машину отбрасывает на трех пешеходов, появились в сети. ДТП произошло накануне в Самаре на перекрестке улиц Владимирской и Коммунистической. Происшествие снял видеорегистратор. 27-летний водитель корейского автомобиля, ехавший по Владимирской со стороны Чернореченской, при повороте налево на Коммунистическую, столкнулся со встречной иномаркой, которая ехала прямо. В результате машина наехала на трех пешеходов, которые ждали своего сигнала светофора. Один из них отделался испугом, а вот двое других, 56-летняя женщина и 50-летний мужчина, пострадали. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пешехода, которые были доставлены в одну из городских больниц. По данному факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Более двух миллиардов рублей получит Самарская область из федерального бюджета. Депутаты Губернской думы сегодня одобрили поправки в региональный бюджет. 700 миллионов направят на строительство Фрунзенского моста, почти 650 миллионов на создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет. Больше 400 миллионов запланировано на здравоохранение, 325 на строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах. Еще 300 на создание инфраструктуры вокруг стадиона Самара-Арена. 100 миллионов пойдут на обеспечение жильем детей-сирот. Также деньги добавят на повышение зарплат бюджетникам, строительство спортивных площадок и на обеспечение жильем дружеников тыла. Работа правительства по увеличению доходной части бюджета, она не ограничивается нашими усилиями получения средств из федерального бюджета. Мы не решим все задачи, только рассчитывая на поддержку с федерального бюджета, который, конечно, сегодня очень солидная и серьезная региона осуществляется. Мы должны опережающими темпами увеличить свои доходные источники. У нас нет сегодня возможности заимствовать средства. Вы знаете, что государственный долг региона высок. Значит, мы должны ускоренными темпами развивать экономику региона. Пять звезд гостеприимства в Самаре открылся отель класса люкс. Апартаменты, рассчитанные на самых взыскательных туристов, предполагается, что его гостями будут в том числе и VIP-клиенты. Созданные условия позволяют принимать первых лиц государств. Олег Зверев тоже оценил мировой класс. Отель, где могут гостить монархи и президенты. Первая в Самаре гостиница класса люкс приступила к работе. Пять звезд гостеприимства предполагают сервис для всех, кто может себе позволить путешествию в условиях выше среднего. Самая высшая категория в классификации номеров – королевские. Здесь можно не только жить. Комплекс рассчитан на проведение бизнес-форумов, научных конференций, отдыха и развлечений туристов. Отель сделан для определенных сегментов рынка. Сегмент рынок, который как раз хочет что-то лучшего, который хочет уровень повыше, чем то, что есть на сегодняшний день. И, естественно, не только туризм, а бизнес, конференция, банкетные условия. В торжественной церемонии открытия принял участие глава региона. Дмитрий Азаров осмотрел апартаменты, отметив, что это будет не просто украшением Самары. Пятизвездный отель станет центром деловой и туристической активности. Это значит выше статус и инвестиционная привлекательность региона. Поздравить всех жителей региона с открытием пятизвездного отеля и, конечно же, пригласить сюда гостей со всех континентов, со всего мира. Здесь будет уютно, комфортно, здесь будет достойно. Построили быстро, причем проекты разрабатывали российские архитекторы и дизайнеры, соблюдая концепцию и идеологию сетевой компании. Так, чтобы у гостей Самары, которые будут здесь останавливаться, уже складывалось доброе отношение к городу. Олег Зверев, Константин Головин. События. Чтобы болельщики плакали не от амброзии, а от удачных пасов мечом. Муниципальные предприятия вышли на борьбу с карантинной травой. Покос идет во всех районах города. Особое внимание паркам и скверам. Лужайки регулярно постригают газонокосилками и триммерами. Четверть сорняков на всех улицах уже ликвидировали. Город должен быть чистым и ухоженным, заявил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. И наши работы, и наши мероприятия, которые мы сейчас делаем, они направлены на это. Для того, чтобы провести нормально чемпионат мира. Далее коротко о других событиях дня. Самарская область вошла в десятку первых регионов России по числу заказов в интернет-магазинах и среднему чеку за онлайн-покупки. На первом месте рейтинга оказалась Московская область, на втором – Санкт-Петербург, на третьем – Краснодарский край. Самарская область заняла восьмое место. Средний чек жителей области в интернет-магазинах составляет 1114 рублей. В Самаре накануне и в дни проведения матча чемпионата мира по футболу будет запрещена продажа алкоголя в стеклянных бутылках. Спиртное в таких тарах также нельзя будет приобрести в кафе и ресторанах. Соответствующее постановление уже подготовлено. Согласно документу, запрет на продажу алкоголя в стекле будет действовать 12 дней – 16, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 28 июня, а также 1, 2, 6 и 7 июля. Кроме того, спиртное нельзя будет приобрести с 14 июня по 15 июля в фан-зоне на площади Куйбышева и на прилегающих к ней территориях. С сегодняшнего дня по 25 июля меняются правила прохода пассажиров железнодорожного вокзала. Это связано с повышенными требованиями транспортной безопасности. Каждому необходимо будет пройти процедуру входного контроля. Для удобства пассажиров на вокзалах устанавливаются дополнительные досмотровые оборудования, в том числе стационарные металлодетекторы и рентгеновские установки, что позволит увеличить пропускную способность в среднем до 50%. На время особого режима работы вокзальный комплекс также оборудован новыми навигационными указателями. Исторический гол запечатлят на стене у пивзавода в Самаре. Гигантские граффити, посвященные футболу, появятся в Самаре к чемпионату. Работы выполнят известные российские стрит-художники. Планируется, что стрит-арт появится в разных частях города. На Красной Глинке, на Демократической, Новосадовой, Симферопольской и на стене Гресс у пивзавода. Художники изобразят гол Диего Марадоне, удар ножницами мексиканца Мануэля Негрете, бразильского нападающего Горинчу, конфликт между Зенедином Зиданом и Матерацием и другие сюжеты. Фестиваль набережных «Волга-фест» пройдет 2 и 3 июня на второй очереди набережной. Его тема – будущее. Организаторы предлагают переместиться в 2081 год. Территория набережной будет условно разделена на три тематические футуристические зоны. Палеопляж, Волга-Конг и объекты номер 0, которые предлагают разные подходы к развитию темы фестиваля. Дискотека в театре «Самарская площадь». Актеры из Германии показали спектакль по мотивам бестеллера Владимира Каминера «Русская дискотека». Комедийная постановка шла на немецком языке, но это не помешало собрать полный зал. На спектакль побывала Лариса Шалафаст. Вот так весело и энергично русские студенты оказались на границе с Германией в начале 90-х. На сцене театра «Самарская площадь» немецкие актеры со спектаклем по мотивам бестеллера Владимира Каминера. Во время развала Советского Союза молодые люди решают испытать свое счастье на Западе. Но они не ожидали, что мир за железным занавесом не такой, каким они его представляли. Им предстоит через многое пройти и справиться с жизненными трудностями русским иммигрантам помогают танцы и музыка. «Русская дискотека» – самое спасительное средство от грусти, считает режиссер, выходец из России. А в прошлом еще и актер Самарского театра драмы имени Горького Владислав Граковский. Хорошо там, где нас нет. Потому что, мне кажется, это как раз притча, это достаточно современная тема, потому что, ну, мне кажется, интересная тема. Люди пытаются найти, где им лучше. В общем, находиться надо самого себя, в первую очередь. Себя нашел и как-то уже, в общем, поспокойнее становится. Театр-ателье не имеет постоянной труппы. Актеры собираются под определенный спектакль. В Самару приехали четыре артиста, которые в общей сложности исполняют два десятка ролей. Гастроли немецкого театра организованы Театром Самарская площадь при поддержке администрации Самары, Управления культуры города Штутгарт и Гёте-института. Мы являемся городами-партнерами. Я считаю, что вот этот мостик, ну, в спорте обычно он хорошо еще работает, и в культуре. Я считаю, что это обязательно должно быть, раз есть партнерские отношения, то обязательно должен быть культурный обмен. Театр-ателье представил самарской публике еще один спектакль – новая редакция «Царя Эдипа». Это современная версия классической истории о правителе Каринфа. Оба спектакля играли на немецком языке, но это не помешало собрать полные залы. Теперь в Штутгарте ждут Самарский театр с ответным визитом. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. Самара – многонациональный день азербайджанской культуры отметили в регионе. В ДК «Заря» прошел концерт, приуроченный к столетию со дня создания Азербайджанской Демократической Республики. К поздравлению присоединилась и мэрия Елчан. Ни один кавказский праздник не обходится без колоритного национального танца. В Самарской области отметили День азербайджанской культуры. Событие посвящено столетию создания Азербайджанской Демократической Республики и 15-летию Лиги Азербайджанцев, которая была создана для того, чтобы сохранять культуру, традиции и язык народа. «В мире существует около 6 тысяч языков, но только чуть более 200 этих языков имеют свою государственность. И нам тоже посчастливилось иметь свою государственность. Поэтому, где мы не находились, гражданство какой бы страны ни имели, мы гордимся, что у нас есть историческая родина». На праздничном концерте выступили танцевальные коллективы «Хаял» и «Алпан». По характеру и ритму азербайджанские народные танцы делятся на плавные и оживленные. Движения девушек более мелодичные и лиричные, парни же быстрые и величественные. Активисты Лиги получили благодарственные письма от руководства региона. Такие встречи способствуют укреплению дружбы между национальностями и сохранению традиций, а также объединяют представителей разных поколений многонационального народа, отмечают организаторы. Сегодня в России проживают около 1 миллиона азербайджанцев, из них 15 тысяч в Самарской области. В Самаре также издается газета «Ачак» и действует футбольная команда «Ласу». Мэри Елчан, Василий Калдашов. События. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Заступают на пост. Самарские медики готовятся к дежурству в Дафанфесте на площади Куйбышева. Легко ли дышится? Самарский воздух проверит предвижная лаборатория. Медведи-наездники и лошади-акробаты. Цирк Геи Ирадзе приехал с гастролями в Самару. А наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 17 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин